жизнь на других планетах земля насколько нам известно это единственная планета на которой есть жизнь однако ученые утверждают что рано или поздно нам придется переселяться на другую планету кто же заменит нам дом может марс юпитер или сатурн и есть ли вообще жизнь на других планетах кто-то считает что таких планет нет но уже сегодня ученые нашли планеты на которых есть вероятность зарождения жизни и именно об этом и будет сегодняшний ролик не забывайте подписываться на этот канал ставить лайки и писать комментарии а также нажимать на колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео вопросом о возможности существования внеземной жизни ученые обычные люди задаются уже не один десяток лет буквально во всем начиная от художественных произведений уровня спилберга в его фильме инопланетянин и заканчивая официальными пресс релизами американского аэрокосмического агентства наса четко отражается насколько велика и значима эта проблема для современного человека одним из важнейших источников для существования той жизни которая нам известно является вода поэтому неудивительно что при открытии новой экзопланеты или спутника мы стараемся отыскать в первую очередь именно ее наличие может в конечном итоге инопланетяне не будут выглядеть так как мы представляем их в кино и на вполне серьезных научных конференциях но их обнаружение не станет от этого менее значимым для истории всего человечества планетарная система трапест 1 об открытии этой системы находящийся в нескольких десятках световых лет от нас а было объявлено в начале этого года система состоит из семи землеподобных планет оборачивающихся вокруг ультра холодной звезды и представляет собой идеальную на данный момент цель для поиска жизни за пределами солнечной системы изучение этих экзопланет будущем будет относительно простым все благодаря тому что они вращаются вокруг своей звезды открыты эти планеты были благодаря транзитному методу наблюдения используя мощный телескоп ученые выследили когда планеты проходили перед своим светилом частично сокращая его яркость в наших наблюдательных приборах астрономы предполагают наличие относительно комфортной температуры на этих планетах вполне подходящий для того чтобы на их поверхности могла образоваться вода и все же несмотря на то что все экзопланеты этой системы рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в обитаемые миры конкретно три планеты трапест 1 могут подходить на эту роль лучше всего так как находятся в обитаемой зоне звезды эта область вокруг звезды где на поверхности имеющихся землеподобных планет вода могла бы содержаться в жидкой форме титан это крупнейший спутник сатурна шестой планеты от солнца эта луна рассматривается в качестве потенциального кандидата на роль обитаемого мира но возможно не в том смысле в котором мы могли подумать спутник не совсем подходит под описание мира находящегося в обитаемой зоне но на нем есть вода и другие жидкости просто в нем нет жидкой воды вода на этом планетарном объекте представлена в виде льда потому что температуры там очень низкие тем не менее находящиеся там жидкости состоят из углеводородов углеводород это химическое соединение водорода и углерода в различных пропорциях на земле наиболее распространенными видами углеводорода являются газы метан и пропан это и может являться ключевым фактором позволяющим представить жизнь на титане совершенно с другой стороны вполне возможно что потенциально имеющиеся там формы жизни не выживут в условиях жидкой воды но будут вполне комфортно себя чувствовать в среде углеводородов несмотря на то что перед наукой все еще остались некоторые вопросы например о том способна ли жизнь существовать не только в воде отбрасывать возможность наличия жизни на титане ученые пока точно не собираются ну и теперь куда же без любимого илона маска марса наш красный сосед четвертая планета от солнца пожалуй один из самых обсуждаемых вероятных кандидатов в обитаемые миры и потенциально первая цель человеческой колонизации несмотря на скепсис эта планета является наиболее вероятным местом где мы найдем жизнь понятно что она не будет представлена в виде зеленых человечков или любых других разумных форм однако аэрокосмическое агентство наса и следующая поверхность планеты своими марсоходами нашло таки доказательства что здесь когда-то могла и может по-прежнему существовать по крайней мере микроскопическая жизнь полученные данные указывают на то что в прошлом у ныне полностью сухой планеты имелись настоящие потоки и реки из воды полагаясь на это мы можем хотя бы предположить что жизнь на не могла каким-то образом выжить возможно в рамках дальнейших исследований марса ученые найдут таки воду в жидкой форме они только в виде ледяных шапок на полюсах планеты 16 марта основатель spacex и тесла илон маск косвенно подтвердил планы своей корпорации на скорую колонизацию марса он был лаконичен 2029 таким образом популяризатор межпланетных путешествий обозначил сроки начала возможной марсианской экспедиции все эти перечисленные космические тела далеко не единственные есть еще множество планет на которых также по разным причинам возможно жизнь но если бы мы начали перечислять их все то это бы растянулось еще на один ролик если у нас возможность добраться до других планет роскосмос наса и и к объявили полет на марс своей цели в 21 веке в 2045 или 2050 году идея доставки экспедиции на марс как первого шага в колонизации марса является проявлением феномена экспансии человечества хотя на красную планету еще не ступала нога человека беспилотных космических аппаратов и марсоходов здесь побывало уже немало сколько они летели от земли до марса по времени небесные тела находятся в постоянном движении из-за этого дистанция между ними может изменяться среднем земля находится на расстоянии в 225 миллионов километров от марса наименьшее расстояние до марса составляет 54 с половиной миллиона километров орбиты планеты представляют собой круги поэтому можно срезать путь и лететь по прямой траектории однако при полете на ракете нужно учитывать солнечное притяжение для экономии топлива космические аппараты также будут двигаться на максимально возможном удалении от звезды есть ли сейчас космический корабль на котором люди смогут отправиться на марс безусловно да и этот корабль называется crew dragon и рассчитан на 7 астронавтов его презентовал илон маска в мае 2018 года по словам изобретателя пробные запуски будут осуществляться на мкс в автоматическом режиме корабль crew dragon будет задействован в качестве грузовика время полета с земли до марса при нынешних технологиях составляет 68 месяцев с повышением начальной скорости время полета быстро сокращается поскольку уменьшается путь в принципе доставка на марс необходимого минимуму снаряжения и припасов на начальный период существования небольшой колонии не выходят за пределы возможностей современной космической техники с учетом перспективных разработок срок реализации которых оценивается в одно-два десятилетия на текущий момент принципиально нерешенной проблемой остается защита от излучений во время перелета случае решения сам перелет в особенности если он будет производиться в одну сторону вполне реально хотя и требует вложения огромных финансовых средств и решения целого ряда научных и технических вопросов различного масштаба главными условиями для жизни на других планетах является наличие воды определенный тип поверхности рельеф количество получаемой звездной энергии а также наличие атмосферы и магнитного поля как мы сегодня узнали существует достаточно планет на которых могла бы существовать жизнь а также существует техника которая сможет доставить нас туда но сегодня нам никто точно не может этого гарантировать однако каждый день ведутся колоссальные работы по изучению космических объектов и их составу и мы будем надеяться что рано или поздно мы найдем планету на которой будет жизнь напишите свое мнение в комментариях как вы считаете возможно ли жизнь на других планетах или это все глубокое заблуждение людей а также не забывайте подписываться на этот канал ставить лайки и нажимать на колокольчик чтобы не пропустить следующие увлекательные выпуски всем спасибо за просмотр до новых встреч